На Ринмаре стартовали лыжные соревнования «Северное сияние». За более чем 40-летнюю историю спортивный праздник стал самым популярным и массовым среди лыжников. На одной трассе он собирает всех любителей лыжни – от малышей детского сада до ветеранов. В этом году количество участников уменьшилось, организаторы ожидают до 700 лыжников. А мы приветствуем девочек на финише! Максимум усилий, ежедневные тренировки и первое место в кармане. Карина Чепсанова не надеется на удачу и хорошую погоду. С 4 лет регулярно встает на лыжи, участвует в гонках и верит только в силу воли. В пример ставит своих родителей и имеет серьезное намерение – стать олимпийской чемпионкой. В общем-то, кроме здоровья тут ничего не надо. Ну так-то, в общем, терпение. Надо все через слезы добиваться. Все через добиваться через слезы, через терпение, через боль. Даже если ты проигрываешь, надо не отчаяться, надо дальше бежать. Вот так вот. Даже если очень тяжело, надо все терпеть, терпеть и терпеть. Кто мог, терпел, кто выбился из сил, падал прямо на финише. Северное сияние, соревнования не столько для спортсменов, сколько для любителей лыж. Поэтому на старт вышли ребята разной подготовки. Артем Рочев пришел на финиш седьмым. Немного расстроился, но не унывает. Его приехали поддержать родители и маленькая сестра. Как трасса? Ну, трасса не катит. Так-то нормально ехать. И в горку тяжело было забираться. Ну, а почему трасса не катит? Ну, что с ней сегодня как бы тепло, и снег это очень мягкий. О том, что погода влияет на результаты соревнований, подтвердили и судьи. Правда, больше их расстроил другой факт. Количество детей по сравнению с прошлым годом уменьшилось. Перед соревнованиями не все ученики успели оформить страховки. Их наличие – одно из условий лыжных гонок. В целом, по стране сейчас много очень несчастных случаев. И, наверное, праздник не должен омрачаться, когда, как говорится, что-то делается с детьми. Это самое страшное, наверное. Лучше уж, наверное, где-то не допустить, чем иметь такие негативы. В целом, организаторы ожидают до 700 участников. Вместо прошлогодних – 900. Программа соревнований рассчитана на три дня. В субботу пройдет гонка на выбывание классическим стилем и забег воспитанников детских садов. В воскресенье, 12 апреля, на лыжню встанут спортсмены 74-го года рождения и старше. Затем в борьбу на дистанции в 20 километров вступят мужчины и юноши. Закончится день забегом женщин на дистанцию 15 километров и девушек на 10. Валентина Чебичек, Сергей Качегов, Телеканал Север.